Так, центром всего остается человек. Тут опять-таки человек делает то, чтобы ему было конечным итоги хорошо в этом материальном мире. Это понятно? Итак, некоторые воспринимают божество через призму наказания. Некоторые воспринимают божество через призму наказания. Он должен наказать нас за какие-то проступки. И только глядя на предсмертные конвульсии животного, он остается доволен и может простить человека. Так сказать, за его проступки. Кто-то должен умереть, чтобы он остался удовлетворенным в своем желании справедливости. Кто-то должен умереть, чтобы он остался удовлетворенным в своем желании справедливости. Такие люди смотрят на божество, как на того, кто мстит за грех. Такие люди смотрят на божество, как на того, кто мстит за грех. И кто получает удовольствие от жертв. Есть люди, которые смотрят таким образом не только на идолов, но и на Бога. Итак, есть в любом случае опасность не угодить. Или что-то, или кого-то упустить из виду. Поскольку, в общем-то, судя по всему, их немало, у язычников их было немало, да? То, принося одним, можно было не угодить другим. Принося одним, можно было не угодить другим. А те другие могли быть сильнее того, кого мы сегодня угождали. В общем-то, неприятности могли прийти с любой самой неожиданной стороны. Понятно, да? То есть, носишь-носишь, отказываешься-отказываешься, тут бах, вторая смена. Кому-то не досталось. Поэтому, строили жертвенники, кому попало, приносили, кому попало, лишь бы всем угодить. И даже на всякий случай, очень яркий пример, о котором мы читаем в Деянии 17.23. Деяния 17.23, строили всем подряд, и на всякий случай, неведомому. Даже тому, кого не знают, на всякий случай. Ибо, приходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано, неведомому Богу. Всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую. Понятно, что Шеуль использовал просто повод. Понятно, что они не чтили того Бога, которого чтил Шеуль. Ну, в общем-то, вот такой языческий прием поклоняться всем, кого даже не знал. Ну, на всякий случай, чтобы неприятности не пришли неожиданно от того, кому не успел поклониться. Какой исторический прецедент, о котором знал Шеуль? Есть книга Дана Ричардсона «Вечность в их сердцах». Там рассказывается историческое свидетельство о том, что была эпидемия, и там призвали одного пророка. Значит, и тут молился и сообщил тому народу, что нужно сделать, значит, что предпринять для того, чтобы эпидемия была остановлена. То есть, вот только обращаясь к единому Богу, именно к Богу Израиля, и принеся ему жертвы, значит, эта эпидемия была остановлена. Но впоследствии греки, в принципе, все равно эти, ну, как мы видим даже из описания, вот этот вот памятник, этот жертвенник единому Богу был заброшен в конечном итоге. То есть, когда-то, получив спасение от эпидемии, они все равно забыли это дело. Понятно. Итак, тут дело с жертвами тоже обстоит не очень привлекательным. Нужно отдавать всем, даже того, кого не знаешь. Нужно строить отношения со всеми, даже с теми, кто неизвестен. И Божество выглядит каким-то таким, который мстит за все, что попадя. Ну, к примеру, если ты встал, доброе утро не сказал ему. Уже могут прийти какие-то сложности. И здесь нужно как-то самому угадать, чего же ему таки принести, чтобы все было нормально. И все равно остается достаточно большая опасность, а, не заметить чего-то, не угадать, сделать что-то не так. А оно же такое злобное и мстительное, что может тут же наказать. И поэтому эта жизнь в постоянном ожидании неприятностей. Носишь-носишь, даешь-даешь, тут бац, и пришли неприятности. Кого-то не заметил, кому-то не поклонился, кому-то чего-то не додал. Жизнь постоянного угождения. Короче, тяжела жизнь язычников. Тяжко им родимым. Нужно как-то устраиваться, крутиться, примиряться, приноравливаться, изворачиваться, договариваться. Ну, мир так устроен. Итак, общие принципы принесения жертв язычников понятны? Это общие принципы. В детальном мы не вдаемся, кому, как, зачем, сколько приносили, нас это не сильно интересует. Но общие принципы, в общем-то, понятны. Можно приходить к тому Богу, которому нужно было приносить жертву. С теми мы разобрались, приходим теперь вроде к той части, которая нам должна быть ясна, понятна и прозрачна. И те принципы, да, которые заложены и оставлены нам. Итак, как мы смотрим на Творца? Исход 34 глава, 7 стих. Исход 34, 7. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Приятная часть? Конечно. Но не оставляющий без наказания. Маленькая но, которая испортила всю бочку меда. Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях. Мама дорогая. И в детях детей. До третьего, четвертого рода. Ого. Ого. Как? Прощает, но дальше мелкими буквами. И бисером так вышито. Ну, он-то прощает. Ну. Наказывает. Не оставляет без наказания. И еще мало того, что мне достанется, то достанется еще и детям моим, и детям. Ого. Да и все почти по закону очищается чем? Кровью. И без пролития крови не бывает. Ого. Евреям 9.22. Итак, как говорил один из одесситов, героев одного из фильмов, картина маслом. Чего? Давид Маркович. Давид Маркович говорил, картина маслом. Но. Но. Не. Оставляющий без наказания. И наказывающий. И все по закону очищается почти все кровью, опять-таки, бедненьких животных. Так или нет? И что, что делать? Срочно каяться. Приносить срочно кровавые жертвы. Он простит, а потом накажет. Послушайте. Это как в истории с прокаженными. И кто на кого за что обиделся. Давайте будем простыми людьми. И посмотрим на слово таким, как оно есть. И дадим простые ответы прежде всего себе. Вы-то другим их давали, мои хорошие. Вас же приходили и спрашивали. Пацаны, а что там за кровавые жертвы? Спрашивали. А что это Бог хотел, чтобы ему животных в жертву приносили? Спрашивали. И вы ему говорили. Не, ну то вот было тогда. Тут тогда надо было. Ну время такое было тяжелое. Тогда он хотел, а сейчас он уже не хочет. Мы-то верим в того Бога, который, ну вот. Ну а сейчас он другой стал. Тогда да, это для евреев было все понятно. Они же, им надо было. Они ничего понять не могли. По-русски им не доходило. А для нас он как бы уже пришел, и тут все нормально, жертвы уже не нужны. То он их наказывал, а с нами он по милости, по благодати, да? Бог все время тот же. А Бог все время тот же. Но у меня к вам вопрос. У меня к вам вопрос. И вопрос, в общем-то, достаточно непраздный. прощает, но что делает? Упс. Значит, он-то спокойным не остается, если не накажет. Не всегда, например. Без крови никак. Ну без крови никак, а без наказания. А где тут написано? Кого любят, его наказывают. Не оставляют без наказания. Послушайте, очень категорично написано. Не оставляют без наказания. Очень четко написано. Не оставляют без наказания. Да, прощает. Написано, что прощает? Прощает вину и преступление и грех. Вину, преступление и грех. Прощает. Но последствия, спасибо Боже, собственно говоря, имеет место. Да. Вот что бывает, когда смотришь на Бога через призму наказания. И мы видим того же самого Бога, который остается удовлетворенным только наглядя на конвульсии животного. Он может простить человека. но ясно сказано, ясно сказано, что без пролития крови прощения чего не наступает. Кто-то должен умереть, чтобы он остался удовлетворенным. кто-то должен умереть. Я не спрашиваю, кто. Я знаю, что правильный ответ Иисус. Кто-то должен умереть, чтобы он остался удовлетворенным в своем желании справедливости. И тогда мы начинаем смотреть на Бога, как на того, кто мстит за грех и получает удовольствие от жертв. По-моему, я это говорил в части идолопоклонства. Это то представление, которое имеют язычники. Что-то здесь не так. Попробуем посмотреть с другой стороны. Может, с этой мы неправильно посмотрели? Попробуем посмотреть с другой стороны. Мы, со своей стороны, отказываемся от чего-то, что нам дорого и ценно. Да? Ну, чтобы показать ему, что нам на самом деле стыдно. Да? Что мы на самом деле по-настоящему сожалеем о том, что мы тут натворили. Да? И, по идее, это должно ему понравиться. Должно ему понравиться? Потому что, с другой стороны, ну, зачем ему наше ценное? У него что там, что-то не хватает? М? Его вообще ничего не может удовлетворить. Ио 41.3 Сейчас, вот после этого вы начнете говорить с удовольствием. Ио 41.3 Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Римлянам 11.35 Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? 11.35 Итак, чего вы там говорили по поводу мужа? Ну, что, слава Богу, дух сокрушен. И хвала ум. Значит. Ничего и вопрос. Открыто сердце, открыто рука. Согласен. Зачем жертва? Да еще и с кровью. Душа за душу. Душа за душу. Тогда он остается удовлетворен только тогда, когда кто-то умер. Тот должен. Скотинка. Можно, чтобы это была скотинка, а не я? Временно скотинка, а потом я? Временно скотинка. Временно скотинка, а потом я? Я же понял. Только на время, да. А потом и мне придется под ответ. Я так и думал. Да. Мы должны умереть. Мы должны умереть. Спасибо. Я же такая. Я же. Это за нас, сын Иришева. Я понял. Спасибо. Спасибо. Это пока временно, а потом мы. Чего? Каждый год. Каждый год. Каждый год. Напоминалось нам скотинка, да? А потом и мы. Еще раз. Мы говорили о том, что и он станет удовлетворенным только тогда, кто-то умрет. Тогда животное, а сейчас и шо? Да, ну, все. Желание справедливости его восторжествовало. То есть он удовлетворился, когда кто-то умер. Ну, я не знаю. Это же не я придумал. Это же вот сестра говорит. Ну, кровь за кровь. Кровь за кровь. Кровь за кровь. Глаз за глаз. Зуб за зуб. Ну, что тут непонятного? Я же, ну, я же ничего. Ничего личного. Мы лишаем себя самого дорогого. Отрываем от себя, можно сказать, последнее. То, что ему на самом деле не нужно, потому что он это уже нам дал. Первородное, безгрешное, кто вам дал? А оно ему зачем обратно? Вы попозвались, ему решили отдать? А он просто только ждал, что ему вот с этого он жить не может. Именно вот это то, что нужно. И именно поэтому нам было сказано, кто дал ему наперед? Что не его? Кто дал ему что-то, чтобы он не получил прежде от него? Мы лишаем себя того, что нужно нам. Потому что то, что он дал, это нужно мне или нет? Нужно. Мы отдаем ему обратно, оно ему не нужно. Представьте себе свое чувство. Вы ходили когда-нибудь на день рождения? Подарки дарили? А прежде, чем вы дарили подарки, ну по-нормальному, вы же нормальный человек. Вы же рассуждаете. Я думал, что вы лучше относитесь к своим друзьям. По-нормальному, по-нормальному. Человек думает, что бы мне подарить моему другу. Думает. То, что ценно моему другу. Мы же не хотим подарить ему то, что ему не ценно, а то, что ему не нужно. Мы думаем, что бы мне подарить такого. Ходим по магазинам, выбираем. Ходим? Смотрим. Присматриваемся. Думаем. О, вот это увидим. Хорошая штука. Куда он ее повесит? Блин, никуда не повесит. Ладно. Пойдем что-нибудь другое посмотрим. То нашли. Это нашли. Это. Подумали. Все. Выбрали. Наконец выбрались. Примерили. Все. Отлично. И вы уже представляете, как вы придете, собственно говоря, это ему. И как он скажет, какая хорошая штука, спасибо тебе. Вы же думаете, что он вам скажет это, когда вы выбираете? Вы так думаете? Когда мы же еще до процесса дарения не пришли. Мы же пока в выборе подарка находимся. Выбрали мы этот подарок и думаем, как он обрадуется. Как ему понравится. Как он нам спасибо скажет. Дорогой товарищ, что ты мне эту штуку подарил, она мне так была нужна. Правильно? Приходим к нему. И он говорит, ой, спасибо, спасибо. Такая хорошая штука. В угол положи. Там уже гора таких лежит. Как ощущение ценностей, которая человеку. Согласен. Тем более, что он сказал, что жертву мне принеси. Ты, 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 и 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 там такая вот гора. Ну, Исайя, в принципе, он как бы с самого начала книги, он говорит о том, что Бог обращается к Израилю, и говорит, ну, в общем-то, мне ваши жертвы не нужны. Зачем топчите дворы? Принесите мне Дух свой сокрушен. И вот это то, что я буду ценить. То есть... Ну, Исайя немножко подробно будет написано. То есть, произвольное устраивало. Согласен. Его расстраивало то, что они приносились без настоящего покаяния, которое подразумевает исправление. А ему микрофон можно дать? Можно. Исайя с самого начала книги, фактически, ну, в продолжении, все он говорит о том, что Богу не нужны просто жертвоприношения, как жертвоприношения. Потому что жертвы приносились даже в самые тяжелые... Даже когда храм разрушали последний, жертвы приносились до последнего, до упора. Хотя Израиль находился уже в достаточно плохом духовном состоянии перед Богом. И Бог, он подчеркивал через пророков о том, что в первую очередь я бы хотел, чтобы эти жертвы не приносились с настоящим решением покаяния, следования моим путям, исполнения заповедей. И тогда эти жертвы, они благоприятны. То есть, я их принимаю. То есть, как бы, для Бога нет только, ну, как бы, для условия прощения нет только просто принесения просто жертвы. Без сокрушенного духового. Мы будем говорить дальше о вере, сокрушении. Мы будем говорить дальше. Пока нас интересует предмет. Пока нас интересует предмет. Бог сказал мне принести предмет. Да, пожалуйста. Да. Сказал мне принести? Сказал, что если ты этого не принесешь, кина не будет. Сказал? А я спрашиваю, а ему оно надо? Нет. О. И когда ты приносишь и понимаешь, что оно ему не надо, чего ты испытываешь? Я же не случайно друга с подарком принес. В пример. Скажите мне, пожалуйста, когда вы приносите человеку подарок, он говорит, спасибо, а мне уже тут пару штук таких подарили до тебя? Ну давай, конечно, что делать? Принес уже, давай. Улыбается, говорит, спасибо. Ну чувствуете вы себя? Как? Ужасно. Ужасно. Я был таким парнем, который говорил это. Потом мне сказали. Я был маленький, мне было 7 лет. Мне был день рождения. И когда мне принесли четвертый одинаковый самолетик, папаны друзья, не приходили, все дарили. Но, на первых, я еще молчал. Я говорил, спасибо. И, знаешь, складывал их. В другой комнате. И когда мне принесли очередное, я сказал, спасибо, у меня такое уже есть. Ну, то есть, можно поменять? Папа вывел меня в соседнюю комнату и объяснил, как мне надо вести себя с гостями. Мне подарили их в тот день рождения 7. Ну, я же был... Ну, я же был... Послушайте, тогда было такое время, тогда было такое время, что подарков хороших было, собственно, не очень большой выбор. И тогда завезли вот новую модель, они знали, что я там клею самолетики, ну, вышла новая модель, и они все же дружно решили последнее, самое лучшее мне и подарить. Все сразу. И я, конечно, в 7 лет еще не понимал, как надо себе вести с гостями, когда они дарят подарки. Но мне папа объяснил, что, наверное, очевидно, не стоит. Очевидно, не стоит. Говорит им, что у меня уже есть. Потому что, несмотря на то, что у тебя уже есть, люди начинают чувствовать себя не очень плохо. Не очень хорошо, в смысле. Но очень плохо. Поэтому, щадя их, в общем-то, старание принести тебе, лучше скрывать, что ты только что получил точно такой же. Ощущения очень неприятные. Это понятно? Когда мы начинаем задумываться и понимать, слушайте, только что Вася, Петя, Коля, Маня до меня принесли такого же бычка. Такого же хорошенького, чистенького. Все же было точно так же. И отдали ему точно такого же. И сейчас я 258 по очереди сделаю то же самое, как ощущение. А оно ему. Ну, если вы приходите первым в этот день, еще туда-сюда. А если в конце дня, с тем же бычком, как ощущаете? Ну, просто. Я размышляю над какими-то простыми вещами. Послушайте, когда я пришел с этим самолетиком первый, я чемпион. А второй, а третий, а четвертый. А все стоят в очереди и видят. У них тоже самолетики, да? Да. У всех. Всем сказали принести по самолетику. В смысле, по бычку. Если денег не хватало на самолетик, можно было принести что-то меньше? Птичку. До птички там было еще овечка. Еще раз. Просто размышления. Послушайте, люди приходили, они что-то видели. Они видели какие-то образы. Они размышляли над чем-то. И сейчас я вас прошу, немножко поразмышляй. Что вы начинаете чувствовать и понимать? Когда мы приносим жертву и не думаем? Может быть, это тоже не очень хорошо? Ау! Когда мы приносим жертву и не думаем? Вы много думали последний раз, когда вы пускали деньги? Как вы связаны с подавком? Человек идет от сердца, хочет что-то выбрать. Он пришел, он же не знает, что там самолетик. Потом старался, нашел самолетик. Ну и что, что на 5 или 7? Ну, подарил себе самолетик. Чем это связано с тем, что я не пойму? Можно? Я не пойму. В Новом Совете, когда говорится о причастии, там есть прямое предупреждение о том, чтобы не подходить к причастию без раздумия. То есть, что в этот момент происходит? Ты размышляешь напрямую о той жертве, которая была принесена лично за тебя и то, что произошло. И там говорилось о том, что если ты делаешь это безлаберно, вообще как попало, то ты даже помереть можешь от такого отношения. Это был не совсем корректный параллель. Как бы, если во времена Исаии приносилась жертва без правильного сердца, то есть, если Диме дарили, например, самолетики просто так, чтобы откупиться, то это одно отношение к нему как к личности. Вы попутали пример. Вы попутали пример. Алло. Еще раз говорю. Вы попутали пример. Еще раз. Я говорил не обо мне. Я не говорил о своих чувствованиях. Я говорил, как чувствовал себя тот человек, который пришел, Долго думал. Если он не знал. Не знал, конечно. Не знал. Поверьте, не знал. И хотел сделать хорошему маленькому мальчику. Красивый был. Кучерявый. Отличный еврейский мальчик. Хотел папе и мальчику сделать приятное. Хотел же. Старался. Выбирал. Правильно. А ему говорят, спасибо, у меня такое есть. Я понимаю, что я был невоспитанным. Если вы говорите, ну что, тогда это показывает ваше отношение ко мне. Если человек за невиновацию, он не попал, если он старался хотеть угодить. Я прошу прощения. Скажите мне, пожалуйста, кто сказал о вине человека? Я еще раз. Я спрошу, кто сказал о вине человека? Он скажет, что он должен чувствовать. Я спрашиваю, что он должен чувствовать. Я о вине сказал? Разве еще раз. Я о каких-то чувствах вообще говорил? Или я задал вопрос? Как он чувствует? Я спрашиваю, если вы чувствуете себя комфортно, никаких проблем. Никаких проблем. Я чувствую себя некомфортно. Вы не поверите, я чувствую себя некомфортно. Если я прихожу к человеку на день рождения и дарю ему еженедельник и смотрю, что у него в руках такой же еженедельник, скажите, он будет пользоваться двумя? Каким образом? А если у него два, он будет пользоваться тремя? Подарит кому-то. Мой подарок он подарит кому-то. Мне это должно быть приятно? Если я прихожу к человеку, у него есть книжка, я ему говорю, доброе утро, Дух Святой, я тебе дам еще одну, скажешь два раза. А вы придете, скажите, два анала, будешь третий раз читать. Вы не понимаете, что эта вещь, она для него не нужна. Вы дарите то, что он не будет использовать. Вы не понимаете этого? Вы читаете одну и ту же книжку три раза? Или три разных? Вы, при чем здесь люди? Я спрошу, как вы себя чувствуете? Нормально. Нормально, никаких проблем. Значит, пример вас не касается. Все. Если вы чувствуете себя нормально, если вам недорого то, что вашим подарком кто-то пользуется, не пользуется. Нормально. Никаких же претензий. Мы смотрим на разные вещи и говорим о разных вещах. Поэтому давайте перестанем разговаривать на эту тему, потому что мы все равно говорим о разном. Могут ли понять друг друга два человека, если не говорят о разных предметах? Мы же друг друга просто не понимаем. Кому-то обидно, а кто-то думает по-другому. Никаких претензий же ни у кого нет. Если вы ничего не переживаете, вы не понимаете тех людей, которые переживают. Никаких проблем. Я вернусь все равно к состоянию человека, который понимает, что то, что он дарит, бесполезно. То, что он делает, лишено смысла. То, что он приносит, не нужно тому, кому он это приносит. Как ощущение? Дискомфорт. Мне не нравится дарить подарок, несмотря на то, что я размышлял, несмотря на то, что я выбирал, несмотря на то, что я делал, потратил время, силы, деньги в конечном итоге. Несмотря на все это, я прихожу и понимаю, слушай, да оно тебе не надо. Значит, все, что я сделал, оно лишено плода. Оно не достигло своей цели. Потому что я, выбирая все это, достигал определенной цели. Я дарил для того, чтобы оно понравилось. Я дарил для того, чтобы оно было нужно. Я дарил для того, чтобы он им пользовался. Прихожу и понимаю, ему понравилось. Окей. Но будет ли он этим пользоваться? Нет. Я достиг своим подарком своей цели? Нет. Все. Мне не нравится это ощущение. А если мне наплевать? Будет он не пользоваться? Будет, не будет. Если я размышляю, я подумал об этом? Подумал. Я ходил? Ходил. Выбирал? Выбирал. Деньги не потратил, потратил на твои проблемы. И я себя чувствую классно. Несмотря на то, что у тебя уже 5 штук таких. Я свою часть сделал. Все. Играйте, что хотите. Это другая сторона медали, которая показывает мне о моем отношении к тому человеку, которому я это дарю. Понятно, да? В обе стороны. Хотите в ту, хотите в другую. Пожалуйста. Никаких проблем. Сейчас я говорю о размышлении. О размышлении на тему даров. Жертвы. Я говорю о том, что переживает даятель, когда понимает, что то, что он дает, оно не нужно принимающему. Мне не нравится. Мне тяжело. Если я в следующий раз опять иду, сушу мозги, опять прихожу и опять строю ту же самую историю. Третий раз мне как идти туда? Я опять выбираю, я опять трачу время, я опять еще больше думаю, прихожу, а там опять гора таких же. Согласен. Приходишь и там опять гора таких же. Очень хорошо он себе купит, что хочет. Опять. Послушайте. Суть поймите. Послушайте, мои хорошие. Вы себе не представляете, какая проблема подарки. Вы не понимаете, какая проблема подарки. Деньги подари. Ну придите. Я знал, у меня были знакомые, которые шли к Ренату Ильинидовичу. На день рождения, блин. Ну надо было им сказать, что вы дураки, денег ему подарите. Что, возьмите, денег ему подарите. Не знаете, что подарить? Дайте ему денег. Интересно, сколько? Чтобы он порадовался. Деньги? Послушайте, давайте, ну спустимся немножко. Подумайте. Подумайте. Деньги, это есть люди, которые нуждаются нормально, если вы подарите им деньги. Я не очень люблю такие подарки. Может, тогда спросите у него больше, чем идти. Да, согласен. Кружечка кофе. Кружечка кофе. Я направляю вас в русло размышления над даром. То есть, это просто символизм. На самом деле, богатому человеку можно подарить только символический подарок, который бы отражал твое внутреннее отношение к нему. И это хорошо, когда это подчеркнуто, именно что я уважаю тебя, и поэтому я дарю тебе вот, ну допустим, вот простую вот такую штуку. Потому что я не могу тебе ничем отдарить, но пойми, что я тебя очень сильно уважаю. И как вы себя чувствуете, когда в углу 28 таких же штук? Нормально. Потому что ты понимаешь, что ты ничего большего не сможешь сделать. Не сможешь. Окей. Но все равно не будет нравиться. Все равно осознание того, что вы принесли то, что ему не очень нужно, и это сделал еще ряд людей, не очень приятное впечатление. У меня, например, такие ситуации в жизни. Если я хочу человеку подарить, вот, если я дарю человеку, значит, он мне родной, значит, у меня к нему какие-то отношения. Все правильно. Поэтому я должна знать, что ему подарить. Я подхожу, говорю, вот, или знаю, узнаю, что ему надо в этот момент, что ему... Просто я... Послушайте, вы не хотите меня услышать или что? Нет, просто не слушай про подарки, ставлю интереснее. Еще раз, вы не хотите меня услышать? Я вам еще раз, еще раз, послушайте. Я еще, еще раз вам говорю. Вопрос очень простой, мои друзья. Я не обсуждаю нужность подарка. Я не обсуждаю ваш подход к дарению. Я не обсуждаю, как вы выбираете подарок, как нужно узнать, чего нужно тому, кому мы приносим. Я об этом не говорю. Это понятно? Примеры о том, как вы выбираете, не интересуют. Примеры о том, как вы узнаете, не интересуют. Здесь все банально и просто. Вам было сказано, принесите жертву, и жертва должна быть. Вот такой. О! Не другой, вот такой. Как вы узнали, вам сказали. Как вы выбирали? С чувством. Что заказали, то подарили. Но как вы себя чувствуете, когда вы приходите и понимаете, что там гора такого? Может он со странности? Ну нормально, если он заказал это. И значит ему нравится. О! О! С чего? Ну он просто со странностями. Вот здесь нормально. Вот это я понимаю. Но Бог же, он как бы не имеет ни в чем нужды. Он сам не имеет. Во! Конечно. Во! Не уместный пример. Почему? Потому что. Почему он не уместный? Примеры здесь приводить не смысла, потому что Бог ничем не нуждается. Так это то, о чем я вам сказал. И какое же меня должно быть чувство, когда я дарю ему, зная, что он не нуждается в этом. Вы же ответили на этот вопрос, какое чувство, разочарование. Ну вот и все. Ну тут же появляются новые идеи все время. Тут же появляются все время новые идеи. Меня устраивал ответ чувство разочарования. Но тут объясняют, что нет, ты не понял. Я узнаю, что ему надо. Я ему принесу то, что ему надо. Я ему сделаю вот так. Я ему сделаю вот это. И чувствую себя буду вот так. А потом еще он со странностями. Тема жертв еще более обширна, чем тема подарков. Меня интересовали некоторые размышления, с которыми я вас и оставлю на эти сутки. Размышления на тему моего дара, который, по сути, является чем-то дорогим, ценным и ненужным для того, кому я его приношу. Ну, сказали, значит, надо послушать. Согласен. Пускай сам думает об этом. Еще раз я сакцентирую. Вы приносите что-то ценное, дорогое для вас и дарите тому, кому заведомо это не нужно. Когда вы начнете по-настоящему молиться и размышлять, и задавать себе вопросы, то что-то может произойти. Вы до чего-то додумаетесь и что-то поймете. Когда вы говорите, да, он сказал, я сделал. Я задал очень серьезный вопрос, с которым я вас тоже отпущу. Вы размышляли последний раз над тем, когда вы отпускали пожертвования в корзину? Не надо мне отвечать. Не надо мне отвечать. Это вопрос к вам. Вы размышляли. Они ему нужны были. Рубль, 10, 20, 100. Они ему нужны были? Очевиден, ответ нет. И иногда, я же сказал, я отпущу вас с этим. Иногда мы приходим к механическому действию. Я должен так сделать. Я должен так сделать. Он сказал, я делаю. Дальше играйте, что хотите. А можно еще сказать? Нет. Уже мы закончили. Хорошо. На сегодня.